МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет аналитическую программу «Время говорить. Обзор событий недели». Экзамены, рейды, юбилеи, уникальные проекты. Многое случилось в эту пятидневку. Для каждого, наверное, есть свои главные темы трудовой недели. Мы вкратце представляем основные на взгляд и разумения наших авторов. Началось. Российские школьники сдают первые предметы в рамках единого госэкзамена. Сейчас пою. Рязанцы поддержали всероссийский проект «Тысячный хор». Все для парков. В столице области парки и скверы добились начальственного внимания. Событием недель стал начало сдачи единого госэкзамена. Хотя некоторые выпускники поздавали его и пораньше в силу обстоятельств. Однако, по большому счету, дело началось только на днях. В понедельник в России сдавали географию и литературу по выбору, а в четверг – обязательный русский язык. Одной из заметных особенностей ЕГЭ в этом году стал значительно усилившийся контроль за школьниками выпускных классов во время сдачи единого государственного экзамена. Во-первых, как и раньше, ребят приводят из других школ. Например, в 11-й школе, в которой работала наша съемочная группа, собрались выпускники из 10 различных образовательных учреждений города. Уже на ступеньках им объяснили, что телефоны и другие электронные устройства будут на время проведения экзамена изъяты. Далее в фойе школы у ребят проверили паспортные данные. Затем в коридоре выпускники проходят через установленную накануне рамку металлоискателя. И уже только после этого попадают в классы. Здесь сдающих экзамен ребят рассаживают по одному за парту. Но и это еще не все. Во время проведения единого государственного экзамена за всеми действиями школьников и учителей наблюдает видеокамера. Дети проходят двойной контроль. Это паспортный контроль и проходит контроль через металлодетектор. Это позволяет не допустить в пункт проведения экзамена детей с мобильными телефонами и с другими какими-то средствами электронно-вычислительной техники. Напомним, в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ по 14-й общеобразовательным предметам. К этому уикенду стали известны первые ЕГЭшные цифры. Итак, обязательный экзамен по русскому в четверг сдавали 745 210 человек. В этом году обязательный экзамен прошел штатно, без утечек кимов и тем. Сочинений в интернет, тем не менее, не обошлось и без списывания. Правда, они носили единичный характер, а выпускники, пытавшиеся сдать ЕГЭ по русскому языку, таким злодейским образом были беспощадно удалены, а их работы аннулированы. Кстати, после того, как был усилен контроль за форматом проведения ЕГЭ, знаменитые кавказские почти стопроцентные сдачи пошли на сильную убыль. Так, заместитель главы Рособорнадзора Анзор Музаев сказал, что в прошлом году выпускники Чечни показали самые низкие результаты по всей России. В этом году, придрек он, баллы будут еще меньше. Ну а следующий обязательный ЕГЭ по математике состоится в четверг, 5 июня. На днях в Рязанском Кремле прошел концерт областного тысячного хора. Это наш вклад в общероссийский проект, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В этот день русское слово звенело в песне и стихах, особенно возвышенной значительно. Слушал и снимал концерт Глеб Галушкин. Сводный хор в тысячу человек собрался на ступенях Успенского собора в Рязанском Кремле в празднование Дня славянской письменности и культуры в эту субботу. В этом году по всем крупным городам России состоялись подобные массовые концерты. В составе тысячного сводного хора были исполнители Государственного академического народного хора имени Попова, Рязанского музыкального театра, детского хора школ искусств, мужского хора Любомир, а также вокалисты хоровых коллективов из 29 муниципальных районов области. Впервые вживую горожане услышали, как звучит гимн России в едином исполнении тысячи певцов. ПЕСНЯ Именно культура и русский язык делают нас великим российским народом, и мы становимся единой нацией. Так пусть же на древе культуры будут могучими и рязанские ветви, и на самом деле Рязани есть чем гордиться, есть кем гордиться. Хоровое творчество в муниципальных образованиях сохранилось, оно живет. Все коллективы в костюмах, это тоже очень приятно. Все в разной степени, конечно, готовности, но у всех есть свой репертуар, это тоже очень хорошо. После исполнения государственного гимна перед слушателями, пришедшими в Кремль, хор исполнил музыкальные произведения на слова Сергея Есенина и музыку Евгения Попова, ставшей визитной карточкой Рязанской области «Над окошком месяц». ПЕСНЯ ПЕСНЯ В исполнении сводного хора, а также симфонического губернаторского организма, Прозвучали популярные произведения разных лет и на разный вкус. Это и русские народные песни, песни военных лет и, разумеется, советские шлягеры. Более полутора часов длился концерт Тысячного сводного хора Рязанской области, который показал, что хоровое творчество не только сохранилось на Рязанщине, но и активно развивается. Ну что тут еще стоит добавить? Наверное, надо сказать про общее настроение нас, зрителей, пришедших на патриотический концерт. Мы любим страну, гордимся своим народом, мы хотим, чтобы Россия была великой и могучей. Сейчас такого искреннего пафоса никто не избегает, потому что времена, когда страну модно было охаивать, слава богу, прошли, как в школьном стихотворении из великого фильма «Доживем до понедельника», а дураки остались в дураках. Народ встряхнулся, встал на ноги, его уже не обморочишь, не обманешь, мы великая страна, и по-другому уже никогда не будет. Ну и еще значительную часть концерта составили великолепные поистине народные произведения музыкальной легенды страны Александры Пахмутовой. В ноябре этого года она отметит свое 85-летие. Еще одна культурно-креативная акция оказалась в зоне особого рязанского внимания в этот четверг. У нас прошла пятая по счету ночь библиотеки. В нашей знаменитой и любимой многими поколениями читающей публики Горьковке составилась игра «Встречаемся на Бейкер-стрит». Ну, понятно, что без Шерлока Холлса и его наилучшего друга Джона Ватсона дело не обошлось, как не обошлось и без нашего автора Ирины Ковалевой. На сей раз библиотека имени Горького превратилась в Бейкер-стрит, на которой запросто можно было встретить самого Шерлока Холлса. Уже на протяжении трех лет посетители этой известной акции просили организаторов устроить им встречу со знаменитым сыщиком. И вот в юбилейную пятую ночь в библиотеке их желание усуждено было сбыться. Всевозможные игры, викторины и конкурсы так или иначе были связаны с героем известных романов Артура Конан-Дойля и его опасной профессией. Составить фоторобот преступника, узнать, чьи следы были найдены на месте преступления, познакомиться с настоящими экспертами и даже получить на память свой отпечаток пальца. И кто бы мог подумать, что все это станет возможно в стенах самого спокойного культурного объекта. Цель акции – это привлечь людей в библиотеку в первую очередь, но не просто, чтобы они пришли, чтобы они здесь отдохнули, размяли мозги, повеселились и получили удовольствие от сегодняшнего вечера. Действительно, удовольствие здесь удалось получить всем без исключения. Даже те, кто не читал знаменитых рассказов о Шерлоке Холмсе, мог с помощью специальных небольших экспозиций ознакомиться с основной необходимой для участия в празднике информации. Ну а поклонники этих произведений смогли блеснуть своими знаниями и получить ценные подарки. Шерлок Холмс – персонаж, который никогда не исчезнет из мировой литературы. Почему-то считается, что рассказы о великем сыщике относятся к детской литературе, хотя порой в перипетии их загадочных дел и взрослый не особо разберется. Корней Чуковский в свое время написал, что Шерлок Холмс – чуть ли не единственный из персонажей детской мировой литературы, главное занятие которого – мышление и логика. Ну и здесь с автором Майдадыра не поспоришь. А всего классическая библиография мистера Шерлока Холмса включает 60 произведений. Это 56 рассказов и 4 повести, написанные сэром Артуром Конан Дойлем. Есть еще несколько рассказов и пьес, созданных Конан Дойлем в соавторстве. А уж сколько воплощений гениального сыщика в кино и не сосчитать. Есть и призабавные мультики. Видите? Холмс! Это инспектор Лестрей. Это непостижимо! Но как? Откуда вы узнали? Здравствуйте! Вы не хотите подать руку инспектору Скотланд-Ярда? Лансон, помните мне! Да что за глупости, инспектор! Вот вам моя рука! На этой неделе в России прошла национальная акция по сдаче крови. Во многих регионах она была приурочена к Дню защиты детей. Надо сказать, что с донорством у нас в стране обстоятельства были самые удивительные, хотя дело вроде бы простое и благородное. В советские времена за добровольную кровосдачу не платили, зато с работы в отгол отпускали и бесплатным обедом в столовке подчинали. После ухода СССР в историю донорам стали платить, а вот льготы и обеды канули в лету вместе со страной. А в конце января прошлого года Государственная Дума ввела новый ферросийский закон, согласно которому плата за кровь прекращается, а вместо этого полагается тот же самый бесплатный обед и небольшое ежегодное пособие. Как только платить перестали, донорские пункты в России, матушки почти опустили. Количество сдаваемой крови разом уменьшилось на 40%. В Москве сразу поняли, что дело-то обернется плохо и плату за кровь сохранили. Там мэр Сергей Собянин встал горой за доноров и, главное, за обеспеченные больницы с запасами крови. Потом опомнились и на периферии. Теперь донорам опять платят. А закон 2013 года, кажется, так и не отменили. Опять все чудно в нашем отечестве. На станции переливания крови в день проведения донорской акции был Глеб Галушкин. В Рязани к федеральной донорской акции, посвященной Дню защиты детей, присоединились несколько лечебных учреждений города и области. Благодаря этому мероприятию, как надеются медики, тысячи российских граждан смогут впервые совершить достойный поступок – спасти жизнь другого человека. На протяжении двух дней на донорские пункты в Рязани пришли несколько сотен горожан. Сдавали свою кровь и врачи областной станции переливания крови. Врачи и медсестры сдают в этот день для того, чтобы привлечь внимание населения в том, что все-таки надо принимать участие в таких акциях. Почему? Потому что есть очень много людей, которые нуждаются в крови и переливании компонентов. Поэтому сотрудники станции и население Рязанской области и города Рязани активно принимают участие в этой акции. Еще один проект, организованный рязанскими госавтоинспекторами, был задуман как региональный, однако его география оказалась более широкой. В Рязани состоялось торжественное открытие выставки детских рисунков, которые организовали сотрудники областного управления ГИБДД. С февраля этого года ребята присылали свои работы, которые они нарисовали после просмотра фильма на тему безопасность на улицах и дорогах. Почти две тысячи работ было заявлено на конкурс. И несмотря на то, что событие имело областное значение, свои рисунки прислали дети из Республики Татарстан, Челябинской, Нижегородской, Самарской и многих других областей. Все работы были очень интересны, и жюри предстояла очень трудная задача – определить лучшего из лучших. В эфире программа «Время говорит». Сегодня мы подводим итоги уходящей недели. Вот что будет во второй части проекта. Все для парков в столице области. Парки и скверы добились начальственного внимания. Бросайте это дело! В Рязанском государственном медуниверситете прошел день отказа от курения. Концерт в художественном музее «Рязанские многозетные семьи» были приглашены на традиционный творческий вечер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем программу. На этой неделе в Рязани вплотную занимались скверами и парками, что не может не радовать. Так в новорожденном скверике в Веденке высаживали цветы, а ведь еще недавно местные жители опасались, что подозрительная активность строителей на углу Введенской и Горького может вылиться в очередную многоэтажку прямо под их окнами. Буквально за месяц угол улиц Горького и Введенской вышел из образа местечкового захолустья. Теперь здесь на месте двух снесенных старых домов появился полноценный сквер. В конце апреля рабочие приступили к укладке тротуарной плитки, далее засели землю газонной травой, а в мае установили скамейки и фонари. На этой неделе работы по благоустройству сквера завершились посадкой молодых деревьев и кустарников. Похожая дендроколлекция появилась и в сквере возле торговых рядов на улице Ленина. Здесь к уже облагороженным клумбам возле фонтана прибавилась цветочная композиция из хвойных деревьев, цветущих кустарников и многолетних цветов. Именно этими работами на этой неделе завершается весенний посадочный период в областном центре. Ну а в конце недели решалась дальнейшая судьба будущего детского парка в Гороще. Это на перекрестке Весеннее и Шевченко. Вот уж давно местным жителям хотелось узнать, каким образом и когда их бывший парк, долгое время из-за своей заброшенности, носивший народные прозвища Страшный, сменит имидж. И вот, кажется, дождались хотя бы начальственных обещаний. В Рязани планируется строительство новой парковой зоны. Участок уже есть, но на сегодняшний день он находится в относительном запустении. Следят за его порядком только жители района, но этого недостаточно для того, чтобы поддерживать его в эстетичном состоянии. Парк находится на пересечении улиц Весеннее и Шевченко. На сегодняшний день проходят встречи и совещания между городским и областным руководством по поводу будущего проекта парка, который, кстати, в свое время создали студенты 5-го курса Рязанского политехнического института. Когда Олег Иванович посещал наш политехнический институт, уже эскизный вариант благоустройства этого парка ему показали. И тогда мы от Олега Ивановича получили поручение более глубоко поработать проект и постараться уже его отработать со всеми техническими службами администрации города Рязани и постепенно приступать к его реализации. Сегодня мы еще раз уже более углубленный вариант этого проекта рассмотрели. Концепции, я думаю, всех присутствующих здесь устроило. Действительно, это становится ядрем или местом отдыха для детей всех возрастов, не только приезжащих к району, но и для всех граждан. В парке планируется подставить огромную детскую площадку, благоустроить его по высшему разряду, поставить лавочки, посадить благородные растения. Самыми масштабными проектами являются расширение и очистка пруда, а также установка настоящей, но миниатюрной детской железной дороги. Пока проект обсуждается, но с 2015 года планируется его реализация. Я думаю, что сил и средств с участием общественности нам хватит, чтобы уже в 2015 году приступить к практической реализации. Хотя вы слышали о том, что уже работа по предварительной очистке от парка ведется уже не первый год, и эта работа не будет останавливаться, и я думаю, в ближайшее время уже появится возможность, по крайней мере, прогуляться по парку. Когда мы создадим соответствующую структуру, действительно, место могут оставить. В нашем городе не так уж и много мест, где можно погулять с детьми, а этот находится непосредственно в центре, в железнодорожном округе. На территории парка будет запрещено курить и употреблять алкогольные напитки. Так что создается эдакий укромный зеленый уголок для маленьких жителей нашего города. На этой неделе в Бластном художественном музее прошел концерт для многодетных семей. Проект приурочен к Дню защиты детей. Часто ли мы бываем в музеях? А насколько часто мы вводим туда наших детей? К сожалению, многие не посещают их годами, а кто-то даже не знает о существовании некоторых из них в нашем городе. Именно для того, чтобы познакомить с культурным наследием и дать возможность привезти малышей в музей на настоящий концерт, Союз многодетных семей уже в пятый раз накануне Дня защиты детей устраивает праздник в Рязанском художественном музее. Детям, родителям нравится. Праздник объединяет людей, поднимает их над обыкновенностью, дает радость, а это очень важно. Специально для ребят и их родителей ученики Рязанского музыкального колледжа дали небольшой концерт, по завершению которого все желающие могли принять участие в экскурсии по музею. Мы очень любим такие праздники. Спасибо Татьяне Васильевне большое, которая создает все подобные мероприятия. Потому что, к сожалению, не часто получается выходить с детьми на всякие концерты, но дети очень любят концерты. Вот такой не хватает им духовной пищи, я бы так сказала. Несмотря на недостаток времени, который бывает у родителей в многодетных семьях, они заявляют всем, особенно современной молодежи, дети – это счастье. И чем их больше в семье, тем счастливее она будет. На днях в Рязанском медуниверситете прошел день без курения. Студенты-медики просвещали всех желающих, как можно истребить в себе тягу к пагубной привычке при помощи положительных эмоций. Показательно на территории медгородка провели массовую зарядку. Около 500 человек под музыку синхронно исполняли энергичные движения. В программе празднования Дня отказа от курения также был обмен сигарет на апельсины, а затем и символическая казнь сигареты. На раз-два-три лопнули воздушный шар соответствующего обличия. Рязанский медицинский университет поддерживает программу «Вуз здорового образа жизни». Здесь не только запрещено курение, но и активно развивается спорт. Студенты завоевывают престижные награды в самых различных соревнованиях. Наталья Новикова провела почти научное изыскание на тему «Сложно ли студенту-медику стать хорошим спортсменом?» В тренажерном зале пока немноголюдно, но уже через час здесь будет шумно и весело. Студенты будут состязаться в жиме лёжа. Серьёзную конкуренцию им мог бы составить Аджап Мерзобеков. Его достижения за четыре года обучения в РязГМО настолько весомы, что он путается, перечисляя их. Если считать, в этом году я выиграл чемпионат и первенство Рязанской области по армейскому рукопашному бою, боевое самбо и грэплинг. И сейчас готовимся на чемпионат России по армейскому рукопашному бою в городе Расон-Адону. Эта хрупкая девушка Елена Нищева. Она учится на втором курсе лечебного факультета. Весной Елену удивила не только однокурсников, но и всю Рязань. Заняла третье место на Балтийской олимпиаде боевых искусств в малоизвестном, но увлекательном виде спорта кабудо. У нас были соревнования у женщин свыше 21 года. Мне 19 лет, но тренер меня заявил, и оказалось не зря. Борьба – это очень страшно на самом деле, потому что бывают травмы, но нужно везде подходить ко всему с головой. И если делать аккуратно, тренироваться, достигать физического уровня, который возможно уступать на этих соревнованиях, то никаких проблем, никаких травм, ничего не будет. В Рязанском мединституте вообще много девушек-спортсменок. Вот Екатерина Бахтеева. Еще в средней школе увлеклась стрельбой из лука. Банда так увлеклась, что выиграла немало золотых медалей и заняла не одно призовое место на всевозможных соревнованиях. Говорит, развитие ее интереса во многом способствовал вуз. Тебе не мешает спорт учиться? Я бы даже сказала, что помогает. Потому что стрельба – это спорт, который основан на внимательности, сосредоточении. Нужно быть очень собранным. И это очень помогает в учебе. Когда особенно нужно что-то повторить, в шумные обстановки, я могу с легкостью сосредоточиться, потому что в спорте мне это нужно. А это Андрей Деканов. Его конек – спортивные танцы. Он победитель многих спортивных конкурсов по бальным танцам. Ну, вообще, при поступлении в университет я думал, что придется завязать с танцевальным спортом своей карьерой. Но нет. С первого же конкурса я начал заниматься своим любимым делом. Вуз обеспечивал поездки на различные соревнования. Я занимал призовые места, побеждал в некоторых соревнованиях. То есть я доволен. И это, наоборот, более мотивирует. И у меня получается совмещать учебу с своим любимым видом спорта. Из последних достижений Андрея – спецприз на фестивале «Всероссийская студенческая весна», который прошел совсем недавно в Тольятти. После выступления Андрея Деканова и его партнерши Дарьи Зарицкой танцевальной паре из Рязг МУ рукоплескал весь зал. В Рязани на этой неделе подвели итоги творческого конкурса «Волшебный мир кожи». В нем приняли участие около 200 юных мастеров. Просто, просто снимаем через звезды Поем вместе с нами, танцуем вместе с нами, Светная движение Снимаем на движение. В актовом зале 69-й школы состоялся финал и награждение участников детского творческого конкурса «Волшебный мир кожи». На финальной выставке были представлены настоящие картины, выполненные ребятами из готовой кожи с помощью техники аппликации, плетения, а также росписи. Конкурс, по словам организаторов, давно уже стал традиционным для ребят из образовательных учреждений микрорайонов Канищева, Преокского, Дворцов детского творчества Рязани, Рыбного и Скопина. Конкурс, который мы сегодня очередной раз проводим, он живет только благодаря вам. Благодаря вашим талантам, благодаря вашему времени, благодаря вашим желаниям. И спасибо за то, что взрослые, неважно, кем вы являетесь, директором школы, депутатом, руководителем какого-нибудь фонда, или там детского заведения, школы, кружка, им важно, но главное, что вы оставляете время для детей, духу для детей и свои силы для творчества. Участвуйте дальше и всем удачи! Помимо подведения итогов творческого конкурса «Волшебный мир кожи», для ребят выступали хоровые, народные и танцевальные коллективы. Получился замечательный концерт. В общем-то, как говорят педагоги, кожа – это благодатный натуральный материал, из которого получаются забавные игрушки, прекрасные украшения и креативные картины. Кстати, детскими работами можно будет полюбоваться на следующих выходных. Большая выставка для обозрения горожан будет собрана на улице Почтовой. На сегодня все. Поздравляем наших зрителей с началом лета. Пришел июнь, а за ним есть такая народная примета – прячется и отпуск. Но это если кому улыбнулся, удача. А этой улыбке мы желаем каждому рязанцу. Хорошего вам лета, доброй погоды и позитивных известий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин